Всем привет, друзья, с вами я, Клана 2001, и это пятая серия про СССР в Майнкрафте. Да, друзья, в общем. Это новая серия про СССР в Майнкрафте. Ну, я хочу сказать, что я завтра уеду в деревню, и я, возможно, вернусь примерно 24-го числа, в общем, в связи с праздником, в днём, с защитника отчетства, в общем. В этот день я на выходные уезжаю в деревню, и не будет новых выпусков про город в Майнкрафте и про СССР в Майнкрафте. Так что я постараюсь побольше чего-нибудь сделать. Ну и, конечно же, успеть к 22-му, хотя сегодня календра 20 февраля, скоро праздник. Ну и, в общем, я решил кое-что сделать. Кстати, друзья, вы знаете тот факт, что в СССР День защитника отчетства назывался как День Красной Армии, ну или, проще сказать, День Красной Армии. Так вот, друзья, сегодняшнее обновление в том, что я сделал, построил мэрию, ну или, проще сказать, Дом Советов. Ну и, в том числе, с качеством красоты я построил машины, построил машины, то есть автомобиль. Это у нас Волга, то есть подписано вот здесь, что это Волга. Такая вот, и копейка. Такая вот, смешная получилась, тем более, что я сандиву. Такая вот копеечка, накачанная. Такая вот, ну, что-то с мотоколяску. Дальше я, в общем, построил, ну, начинаю строить новую улицу, улица Горбачёва, вот эта. И, в том числе, я поставил остановки. Но, изначально я хотела назвать остановку общежития, потому что, в честь этого общежития, ну, может быть, такая путаница, на какой улице общежития. Но я не стал заморачиваться и написал мэрию, остановку мэрии. И вот сама такая вот мэрия, тем более, с, опять же, так вот, с красными флагами, вот так вот. Вон, довольно красиво сделано. На крыше флаг РСФСР. Над входом надписи. Мэрия города Старфайрополь, дом советов. И, конечно же, красные флаги окружают нас на поле. Также у нас такой вот холл, то есть, такой вот коридор. Также у нас такой вот компьютерный зал, хотя в СССР до 60-х годов не было компьютеров, но потом появились компьютеры типа электроника БК, АГАТ, ЛЬВОВ и так далее. Ну, а самая первая операционная система на русском языке, это МС-24.0, тем более, перейдем в 90-м году. А вторая и последняя в истории СССР операционная система стала русскоязычная версия МС-25.0. Ну, кратенькая история, кратенькая история, можно сказать, начало русскоязычной эпохи. Депутаты обсуждают разные проблемы, типа построить что-нибудь такое. То есть, ремонтировать что-нибудь или починить, построить что-нибудь. Так, тут мы были. А, здесь у нас зал, то есть типа, как бы собирается все депутаты, обсуждают выборы, выборы мэра, выборы губернатора, выборы Финсека СССР. Дальше у нас такой-то кабинет, здесь он такой-то непонятный. Я, честно, сам не знаю, что это, но... Это у нас, как бы, не то архив, не то кабинет. Я, честно, не знаю. Поднимаюсь на второй этаж. А здесь уже реальный архив. Как видите, вот это реальный архив о Гузе. Ну, обычно хранятся сельские события, которые рассказываются о событиях в городе за всю историю. Так, так же у нас еще один кабинет. То есть, здесь подходит мэр города и читает устав города. Так, кто у нас снова компьютерный зал. Ну, и здесь у нас сидит... сидит гордо. Смэр города. Вот так вот, у нас получился дом советов, ну, или, проще сказать, мэрия. Я вот сделала такие пометки, типа, место для посадки, посадки, высадки пассажиров из автобуса. Хотя, автобус отсутствует, но зато есть машина, типа Копейка и Волга. Ну, и, короче, друзья, вот такие маленькие обновления сегодня в СССР в Майнкрафте. Ну, и, в общем, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Вы видели тот самый фокус со флагами? Они пропали. Если подойти, то они возвращаются. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите идеи. Ну, и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. А, ну, а с вами был Яковлазвич Тиодин. Всем пока!